Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен Абрайан выступил в Совете Безопасности по ситуации в Сирии. Он остановился на недавних авиаударах по Восточному Алеппо и призвал Совет не позволять нарушать базовые пункты международного гуманитарного права. Он также назвал ситуацию в стране гуманитарным позором. Восточный Алеппо не на краю пропасти. Он уже на полной скорости падает в бездну, имя которой гуманитарная катастрофа. И настолько плачевной ситуации в Сирии мы еще не видели. На прошлой неделе генеральный секретарь ООН Пангимун заявил, сирийское правительство виновено в убийстве более половины всех гражданских, погибших за время пятилетней войны в Сирии. Военный конфликт забрал жизни больше 400 тысяч человек. Половина 22 миллионов населения страны была вынуждена покинуть свои дома. Россия продолжила поддерживать наступление войск режима Асада на Алеппо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны. Такое заявление прозвучало вслед за словами пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста о том, что дипломатическое взаимодействие с Россией в Сирии провалилось. Госсекретарь США Джон Керри сказал, связи с Россией иррациональны при бомбардировках повстанцев войсками режима и союзниками. Заместитель госсекретаря Тони Блинкен сообщил, президент Барак Обама поручил подготовить новые варианты реагирования на действия России и войск Башара Асада из-за их наступления на силу умеренной оппозиции. Но раскрывать детали плана Б по Сирии отказался. Отметил только, что некоторые рычаги влияния хорошо известны. За сутки в зоне Атони один украинский военный не погиб, трое получили ранения. Боевики открывали огонь 33 раза. На Луганском направлении днем и ночью. В большинстве случаев использовали легкое оружие. Был и один минометный обстрел. На Донецком направлении традиционно самая напряженная обстановка в районе Авдеевки. Боевики открывали огонь из минометов. Всего 11 обстрелов. На Решение Верховного суда России о запрете деятельности Межлиса крымско-татарского народа ксенофобское. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Лидер сказал, дело Сталина продолжает жить. Напомним, накануне Верховный суд страны-агрессора подтвердил окончательный запрет деятельности Межлиса в оккупированном Крыму. Решение принято потому, что Яковлый Межлис несет угрозу безопасности на полуострове и в России. Швеция введет всеобщую воинскую повинность. Сделает это с 2018 года. Ее отменили 8 лет назад. Вернуть решили из-за опасений о дальнейших действиях России. Именно по этой причине на острове Готланд в Балтийском море разместили регулярные войска. Ранее министр обороны страны заявил, всеобщая воинская повинность, в том числе и для женщин, коснется граждан страны, которые родились после 1999 года. Украина получит дополнительные торговые преференции от Еврокомиссии. Об этом во время визита в столицу заявил еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, дополнительные преференции ЕС должны учитывать критически важные категории товаров – мясо птицы, агропродукцию животного происхождения, муку, фруктовые соки, электротовары, алюминий и изделия из него. Перечень преференции опубликуют в ближайшее время. Миллиард долларов кредитных гарантий от США направят на поддержку уязвимых групп граждан, уменьшат влияние на таких украинцев экономических факторов, в том числе приведение тарифов на газ до рыночного уровня. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк. Он добавил – сумма уже поступила на счета правительства. Украинской компании авиалинии Антонова разрешили транспортные перевозки в США и из них. Решение приняли в рамках соглашения о свободном воздушном пространстве между Штатами и Украиной. Теперь наши самолеты Ан-124-100, Ан-225 и Ан-22 могут доставлять грузы наравне с американскими перевозчиками. Исключение – только перевозки в пределах США. Сегодня в Украине вступили в силу изменения в Конституцию в правосудии. Теперь судьи лишены неприкосновенности. Их могут задержать по подозрению в тяжких или особо тяжких преступлениях. Вместо высшего совета юстиции создадут Совет правосудия. Он будет иметь право отстранять, переводить и увольнять судей, подавать президенту представления на их назначение. Минимальный возраст для того, чтобы претендовать на должность судьи, вырос с 25 до 30 лет. Вводится система конкурсного отбора. Изменения касаются и деятельности прокуратуры. Ведомство теряет функцию надзора. Занимается только представлением публичного обвинения в суде и руководством досудебным расследованием. Деловой климат в Китае для международных компаний самый неблагоприятный за последние три десятилетия. Об этом сообщил глава крупнейшей в мире рекламной фирмы. Его собственная компания за первые шесть месяцев этого года получила нулевую прибыль. Клиенты затягивают пояса в условиях замедления роста китайской экономики. В местном подразделении компании работает около 15 тысяч человек. И такая ситуация в ней впервые. Экономический рост Китая замедлился до самого низкого показателя за последнюю четверть века. Теперь инвесторы и главы международных фирм пытаются оценить состояние экономики. Ситуация неясна, особенно в сферах потребительских товаров и услуг, которые должны взять на себя ведущую роль в развитии экономики. Даже в отраслях промышленного производства и экспорта наблюдается спад, а темпы роста экономики страны в целом ниже официальной цифры. Замедление роста экономики больнее ударило по мультинациональным корпорациям в Китае, чем по их отечественным конкурентам. Последние смогли быстрее адаптировать свою продукцию и захватить долю международных брендов на внутреннем рынке. Китайские фирмы также крайне агрессивно ведут себя на мировом рынке, создавая трудности своим зарубежным конкурентам. Одновременно они все больше толкают экономику к долговому кризису, используют заемный капитал для увеличения прибыли. За последние два года на фоне ослабленного юаня количество международных сделок Китая по слиянию и поглощению выросло в два с лишним раза. По данным экспертов, их общая стоимость достигла рекордных 120 миллиардов долларов. Недавно китайские компании начали скупать доли в зарубежных футбольных клубах. С конца прошлого года в это вложили около 3 миллиардов долларов. Эксперты говорят, сегодня общая стоимость 100 ведущих китайских брендов – 500 миллиардов долларов. Это на 13% больше, чем в прошлом году. В США авария на железнодорожной станции города Хобокен в Нью-Джерси. Поезд протаранил платформу. Один человек погиб, 108 получили интересные повреждения, а 74 из них в больнице. «Я услышала громкий шум и продолжала идти через здание станции. Потом увидела поезд, въехавший в платформу. Я не могла поверить, что это произошло только что. На полу лежали окровавленные люди, стоял чёрный дым. Нас вывели через двери зала ожидания, но это было ужасно, очень страшно». Пригородный поезд не остановился у буферного стопора и въехал в зал ожидания, снеся поддерживающие его колонны. Обрушилась крыша. Обломками убила женщину, местную жительницу. «Я видела, как обрушился потолок и все провода. Это был очень страшный момент». Причину трагедии ещё предстоит выяснить. На месте работают следователи. «Мы здесь, чтобы собрать точную информацию. Такова задача Национального Совета по безопасности на транспорте. Мы собираемся извлечь из локомотива чёрный ящик. Как только мы это сделаем, то получим данные о скорости, поломках и так далее». Хобокин – одна из самых оживлённых станций Нью-Йоркского региона. Она находится в 11 километрах от мегаполиса. Многие жители Нью-Джерси пользуются ей, чтобы добираться на Манхэттен. Это не первая железнодорожная авария в США. Самым смертоносным за последнее время было крушение поезда в Филадельфии в прошлом году. Тогда 8 человек погибли, более 200 пострадали. Последствия глобального потепления человечества почувствуют до 2050 года. Об этом речь идёт в докладе учёных «Правда об изменении климата». Авторы говорят, уже через 33 года средняя температура может подняться на 2 градуса по Цельсию. Она достигнет отметки, которую многие исследователи считают опасной для человечества. При этом учёные отмечают, опасно не само потепление, а последствия, к которым оно приведёт – засухи, наводнения, пожары и штормы. С 1990 года количество событий, вызванных ростом температуры, удвоилось. К 2050-му удвоится ещё раз. При этом потенциально полезных для человека изменений будет меньше. Сегодня космический аппарат «Розетта» завершил свою 12-летнюю миссию. Он столкнулся с кометой Чарума-Герасименко. Спуск зонда был спланирован таким образом, чтобы учёные смогли почерпнуть как можно больше сведений. Он приблизился к области МАД, где находятся впадины. В них, по мнению исследователей, происходят очень важные процессы. «Эти стометровые впадины на поверхности дадут важные сведения об активности кометы. Мы сможем увидеть и стенки этих впадин, чтобы узнать, из чего формировалась комета. Это фантастический кладезь знаний, которые мы получим в ближайшие дни». Розетта собрала данные о плазме, газе и пыли. Учёные смогут лучше узнать, как лёд превращается в газ. Кроме того, зонт делал снимки в высоком разрешении до момента столкновения. Информация поможет исследователям лучше понять, как формировались Земля и другие планеты. «Мы считаем, что кометы были основным механизмом доставки на Землю воды. Это то, что мы узнали с помощью Розетты. Но это не исключает тот факт, что на кометах присутствуют органические соединения, такие как аминокислота и глицин. Они также могли попасть на Землю с помощью комет». Зонд Розетта запустили в марте 2004 года. Он стал первым в мире аппаратом, который вышел на орбиту кометы. В рамках его миссии совершена первая в мире мягкая посадка спускаемого аппарата на поверхность кометы. Эту задачу выполнил модуль Филы. Для парализованного гонщика построили умное авто. Пилот серии Инди Рейсинг Лиг Сэм Шмидт потерял способность двигаться 16 лет назад после автомобильной аварии. Но это не помешало ему снова сесть за руль. Специально для него модифицировали спорткар Шероле Карветт Стингрей. Теперь экс-пилот станет первым в США полностью парализованным человеком, который получит воительское удостоверение. «После аварии моей жене посоветовали найти дом престарелых, где я жил бы благодаря постоянной искусственной вентиляции легких, если не умер бы в первую неделю. Говорили, проживу 5-10 лет. И вот прошло почти 17. И всё не так уж плохо». Управлять автомобилем Сэм будет с помощью наклонов головы. Её движение будет отслеживать камеры и сенсоры, после чего передадут сигналы на рулевое управление. Принцип работы объясняет сотрудник компании Aero Electronics. «Он поворачивает голову, камеры и компьютеры измеряют угол поворота, и команда изменяет направление колёс». Акселератор и тормоз реагируют на потоки воздуха, которые будут поступать через специальную трубку. «Он держит её во рту. Для ускорения он подует в трубку. Когда поток воздуха усилится, это будет похоже на то, как если бы вы вжали педаль газа в пол». Получив удостоверение водителя, Сэм Шмидт сможет ездить по городским дорогам, а не только на испытательном полигоне. В США живёт больше трёх миллионов человек, которые не могут управлять машиной. Возможно, в ближайшие 5-10 лет некоторые из них также смогут сесть за руль благодаря новым технологиям и целеустремлённости бывшего автогонщика. Суперкары будущего показали на мотор-шоу в Париже. Компания Renault приурочила к выставке премьеру концепта «Трезор». Кузов автомобиля выполнен из углеродного волокна. Из того же материала построена крыша, которая заменяет традиционные двери. Под капотом купе-электродвигатель мощностью 350 лошадиных сил. Он достался суперкару от болида Renault, который участвует в гонках Формулы Е. «Это популярные автомобили, которые выглядят хорошо. Они показывают, чего производители реально могут добиться, если они не скованы и не вынуждены заботиться о физике или маркетинге». Ещё один французский производитель представил концепт Citroën Experience с футуристическим обликом. Роскошный седан оснастили оригинальной оптикой. При этом внешних зеркал нет. Их функцию выполняют дополнительные видеокамеры. Двери распахиваются в разные стороны. Двигатель у седана гибридный, совокупная мощность – 300 лошадиных сил. «Законодательство и правила диктуют определённые вещи. Высота фар, нормы безопасности. А концепт-кар показывает, какими могут быть автомобили. Это то, что можно сделать, если ограничений не будет». Ещё один эффектный дебют – новая модель гибридного суперкара LaFerrari, получившего имя Aperto. Итальянская компания уже заявила – выпустит только 209 экземпляров спортивной машины. 200 из них уже предварительно проданы, остальные останутся во владении компании. Их приберегут для юбилейных торжеств. Эта модель также важна для Ferrari, как флагманский спорткар F50 или суперкар F40. «Это очень особенные автомобили. Их выпустили ограниченным тиражом, чтобы показать, это то, на что мы способны, и то, за что мы возьмём деньги. Если вы хотите это, то мы дадим вам знать, когда вы сможете это купить». Электрические суперкары на парижский автосалон привезли немецкая компания Mercedes и японский производитель Greenlord Motors. Автошоу в Париже продлится до 16 октября. В лучах утреннего австрийского солнца два воздушных шара отправляются в полёт. На них не любители живописных видов, а команда скайдайверов-экстремалов. На весте полутора тысяч метров они готовы совершить уникальный трюк – прыгают, сидя на качелях, которые прикреплены к соседнему аэростату. Амплитуда качания получается очень большой, особенно если учитывать, что длина троса – 125 метров. Вдоволь накатавшись, они отцепляют страховку и прыгают вниз. Один из скайдайверов говорит, что все члены команды хотели снова ощутить себя детьми. «Цель проекта «Мега-качели» – совершить что-нибудь безумное, используя воздушные шары. Иметь возможность прыгнуть с одного шара и покачаться на качелях, подвешенных ко второму на очень длинной верёвке. Такого никогда раньше не делали. Это, без сомнения, воплощение детской мечты. Если вы когда-то прыгали с качели, то всегда представляли вечный полёт». Экстремалы также сказали, что прыжок с воздушного шара очень отличается от прыжков с самолёта. В самолёте постоянно слышен шум мотора, а полёт с воздушного шара происходит в полной тишине. Это развлечение уже скоро могут признать новым рекордом за самые длинные качели, прикреплённые к воздушному шару. Но пока оно ждёт подтверждения.